Девушки отдыхают Девушка закрыта. Каждое утро они будут рассказывать вам о том, что происходит за этими закрытыми дверями, о закулисье утреннего города и о том, сколько невероятных возможностей большой город готов предоставить вам сегодня. Этим утром с вами Сергей Шубенков и Алиса Селезнёва. Девушки отдыхают Гостиницы для обычных туристов. Интересно, а какая из них на вход, а какая на выход? Абсолютно любая работает и на вход, и на выход. А знаешь почему? Да потому что и весь этот парк работает так же. Круглосуточно, понимаешь? Бесплатно, всегда. Ну что, проходи. А если он работает круглосуточно, тогда почему бы мы сюда приехали в такую рань? Да потому что... Где ты? Да потому что смысл нашей программы приезжать в любое место до открытия, когда ещё нет людей. Мы и называемся с просонью. Мы с утра раньше всех. Тогда надо было в этот парк приезжать вообще в конце 90-х. Или когда там открылся этот арт-парк? О, сюда. О, сюда. Сначала на месте полуразрушенных деревенских построек выросли красивые дома художников. А потом пространство вокруг них стало заполняться причудливыми сооружениями, скульптурами и постройками из природных материалов. Они были признаны первыми объектами ленд-арта в России. Сегодня таких объектов уже более 30. Некоторые из них созданы лучшими архитекторами современности. Творения ландшафтной архитектуры разбросаны на территории в 650 гектаров. Не до всех можно добраться на автомобиле. Самые интересные художественные инсталляции спрятаны в чаще лесов или находятся посреди огромных полей. Вот это... Ты посмотри, какая грандиозная штука. Серёж, это что за сооружение такое? Это что, горело, что ли, когда-то? Ну, вообще-то правильно говорить не горело, а горилла. На самом деле, уникальный арт-объект это одновременно и арка, и портал. Давай-ка по порядку. Если это портал, значит, сюда можно и нужно дойти. Ну, вот мы здесь, а вот и лестница, которая ведёт наверх. Айда? Не-не-не, на это я пойти не могу. Серёж, ты идёшь, я тебя тут подожду. Ну, быстрее будет. Я не боюсь. Ну, там страшно. Серёж, красота-то какая. Несколько свежих арт-построек обычно появляется к фестивалю архстояния. Во время зимнего архстояния, а оно всегда по времени совпадает с масленичной неделей, два-три арт-объекта обязательно сжигаются вместо чучел зимы. Так реализуется один из принципов ленд-арта — разрушение старого, исчерпавшего себя ради нового начала. А ты знаешь что? Я вычитал, что в 2000 году на территории арт-парка Николы Ленивец был создан сток сена высотой, сейчас удивишься, 10 метров. Представляешь? А что ж тут такого? Тут вот сколько травы. Коси не хочу, 10, 11, 15 себе. Эээ, нет, ты не права. Обычный, стандартный сток сена, он, ну, высоту может быть 4, ну, максимум 5 метров, но и то он имеет свойство опадать, усыхать, потому что, ну, трава ссыхается, понимаешь? Вот, а 10-ти метровый сток сена, ну, там нужно тонн 25 этого сена, столько даже не накосишь. А как же тогда его создали? А вот, эта идея пришла в голову российскому художнику и скульптору Николаю Полицкому. И он этот 10-ти метровый сток сена создал как бы по спирали, это принцип Вавилонской башни. И сено даже пришлось докупать. Представляешь? Сереж, рассказываешь ты так интересно? Сток сена, природа. Да. Очень все романтично. Да, да, да. Так романтично мне даже захотелось с художником этим познакомиться. А, познакомиться? Да, конечно, легко. Пши! Берите руку! Самое большое количество лендартовских работ в деревне созданы Николаем Полицким. Именно он, отец-основатель Никола-Ленивецкого проекта и живой гений этого места. Но застать его в самом Никола-Ленивце теперь непросто. Он возводит свои арт-объекты по всему миру. Ну, я здесь, на Чермянке, так что я здесь недалеко. Одному из парков на северо-востоке столицы особенно повезло. Скоро здесь появится удивительная инсталляция под названием Чермянка. Фрагменты инсталляции разбросаны по всему парку. Уже сдана первая очередь возле речки, которая и дала название всей композиции. Эти такие трубы клали в речку, ловили рыбу, потом, значит, внимали их, нужно было просушивать. Собственно говоря, такой памятник вот такой речной технологии. Прежде чем придумать объект, Николай отталкивается от материала. Он должен быть недорогим и архетипичным для местности. У нас там невозможное количество этой лозы, такой возобновляемый ресурс. Мы режем, а она еще растет, еще больше. Но на каком-то определенном материале Николай не любит зацикливаться. В его коллекции есть работы не только из природных материалов, а, например, из металла. Ну, я не чужаюсь какого-то материала такого сугубо человеческого городского. Например, в Дункерке, когда мы приехали, это город портовый, город металлистов, и там было очень много металла. И нам дали вот эти бакены старые, океанские. И мы из них сделали спутник, упавший с неба на землю. И все-таки дункеркский спутник – скорее исключение, а не правило. Для ленд-арта принципиально, чтобы объекты были тождественной естественной природе. Обычно их не переделывают и не ремонтируют. Я считаю, что действительно искусство природы должно жить какой-то свой век, сколько ему предназначено. Самые первые работы Полицкого и вовсе не сохранились. Синая башня была сожжена на Масленицу, а снеговики растаяли. Кстати, именно с них все и началось. 14 лет назад Николай устал писать картины, и забавы ради позвал лепить снеговиков жителей соседней деревни Звижи. Абсолютно чистый, честный такой проект, когда его никто не видел. Его видели только я и строители этих снеговиков. А все было зафиксировано на фотопленку, на фотоаппарат, который я позаимствовал у своего соавтора. И это случайно попало на Москву. И действительно, это было состояние шоковое, потому что все как-то вдруг увидели, насколько это пронзительно ново. Проект так полюбился публике, что снеговиков пришлось лепить еще не раз. На Арбате, на университете, а потом снежный десант отправился в турне по нескольким городам России. А что бы о нем вспоминали, в дорогой его сердцу деревне возвел колоссальную башню-маяк из стволов вяза. Когда мы поняли, что нас начали приглашать, нам нужно в деревню что-то оставить надолго. И вот он стоит уже 10 лет, мы его починили в этом году, и он еще простоит, наверное, столько же. За это время маяк на Угре превратился в своеобразный символ Николы Ленивца. А совсем недавно, недалеко от маяка, появился не менее масштабный проект под названием «Бабур». На этот объект художника вдохновил одноименный французский центр искусств, больше известный как Центр Жоржа Помпиду. В народе же прижилось совсем другое название – «10 хоботов». Уж больно похоже. Но, пожалуй, самое большое место в сердце художника занимает работа «Вселенский разум». Я очень уважаю ученых, которые делают какие-то глобальные проекты, коллайдер. То есть мне это очень нравится. То есть какое-то дерзновение и поиск вот этих ученых. И мне хотелось какой-то вот ответ нашей деревни, чтобы был. Поэтому сделали вот этот такой деревянный компьютер, такой «Вселенский разум». Эта ландшафтная инсталляция пришлась особенно по душе музыкантам-электронщикам. А еще в полушарии огромного деревянного мозга вмонтировано около 500 световых приборов, которые работают в такт музыке. Зрелище поистине уникальное и запоминается надолго. Ох, Сереж, как все-таки хорошо, что ты привел меня в такое стильное, интересное место. Слушай, оно уже прямо вот создано, идеально подходит для профессиональных фотосессий. Жалко, конечно, что ты с собой фотокамеру не взял. Это почему это ты сделал такой вывод? Ну, я имею в виду профессиональную фотокамеру с хорошими такими объективами. Сейчас, внимание. Внимание сюда. Оп, все для тебя. Алиса Селезнева. Не обязательно, потому что таскать с собой тяжелый рюкзак с зеркалками и объективами. Не обязательно. Это что, мыльница? Не в коем случае. Это Sony RX100. У него светосильный объектив. ЦС, между прочим. Выдвижной видоискатель. И матрица в 4 раза больше, чем у стандартной мыльницы. Целый дюйм. Поэтому качество фотографий намного выше и наравне зеркальной камерой. Я тогда готова стать твоей профессиональной моделью. Давай. Готов? Да. Вот так заври. От, хорошо. Вот. Ну, давай, что-нибудь поинтереснее. Ну, вот. Вот так вот. Вот. Это будет называться собака на сене. Что написано? Ферма. Ферма. Туда стрелочкой показывает. Вот и пойдем. А вот красиво. Мерзнет это все, да? Вон трактор. Да. А это фермер Николай. А вон там кукуруза. Ну, смотри, как здесь красиво, а. Все цветет, пахнет. Сады, огороды. Я не хочу ковыряться в грядках. У меня, в конце концов, маникюр. Я просто хочу спокойно, нормально, много и вкусно поесть. Все. Постой, успокойся. Здесь все нормально. Это же, по сути, экологический туризм. Это натуральные продукты, здоровое питание. Ты сама их собираешь здесь и сама же ешь. Ну. А есть какой-нибудь вариантик без вот этого? Сама собираешь? Ну, вот просто ешь. Хорошо. Смотри туда. Видишь здание? Это салат-бар. Там тебе еду приготовят, и ты поешь. Давай, иди. Ну. Давай, давай, давай. Вот я же тебе говорю, ну, есть всегда варианты. А греческие там дают? Вон, два километра и салаты. Да. Настоящий фермер – человек занятой и деятельный. Вспахать, полить, собрать – это вам не в конторе с 9 до 6 за компьютером сидеть. Поэтому обычно фермерский завтрак очень сытный. Оно и понятно. Сил на целый день набраться надо. Будем готовить небольшую легкую еду, которая называется мюсли. Домашние мы показываем, как это делается. Обязательно приготовим драники, картофельные блинчики, потому что как же без картошечки с утра, правда? Сварим обычный какао с молочком и также иван-чай. Один из плюсов фермерского хозяйства – на столе всегда свежие овощи и зелень. Для завтрака Сергей принес картошку и редис. Чистку овощей привычно доверяют женщинам. Мужчины тем временем разбираются с орехами для мюсли. Орешки дробить просто, то есть их не надо колотить, да? Можно достаточно на них нажать. Сильный. И получится вполне достаточно, как бы, история. Сейчас, сейчас, это моя работа. Ничего, ничего, тебе хватит работы, тебе просто покажем. Ну, а дальше, конечно, можно спокойненько их вот так вот покромсать. Можно, конечно, это сделать и в блендере, если есть электричество. Но мы люди, сам понимаешь, натуральные, так сказать, электричества у нас нет. Все готовим на огне. Так называемые фермеры натуралы. Разведением собственного хозяйства Сергей вместе с женой Анной занимаются три года. До этого они жили в городе и работали в офисе. Но жизнь в мегаполисе их так утомила, что супруги собрали вещи, запаслись семенами и рассадой и ушли на вольное поселение в Никола-Ленивец. Вот если мы возьмем нашу работу в офисе, там, определенное количество часов в день, там, да, работа, работа, там, для некоего человека, ну, главного, какого-то там, начальника или хозяина, там, предприятия. А можно делать ту же самую работу, да, получать все то же самое, только выращивать самому себе те же самые продукты и не работать на дядю. За годы фермерской жизни Сергей не только освоился в сельском хозяйстве, но и научился готовить как настоящий шеф-повар. Только одной окрошки он знает не меньше 20 видов. А что входит в вашу окрошку? Мясо крота или что? Нет, нет, мышей, мясо мышей. Ну, сейчас мышей у нас нет, мы всех съели. Но завтрак на ферме всегда вегетарианский. И пока Анна натирает картофель для драников, Сергей открывает городским гостям тайны карамелизирования. Ну, у нас небольшое разделение труда. Алиса занимается тем, чем она занималась в школе, как раз-таки на уроках труда. Ну, а мы, Сергей, будем готовить. Конечно, с самым настоящим мужской работой. Это справедливо. Процесс не очень сложный. Надо взять овсяные хлопья, белый сахар и сливочное масло. И обжарить на сковородке. Хлопья станут мягче, а сахар растает. Вот и вся карамелизация. Теперь, когда мюстер готова, самое время жарить драники. Сковородка должна быть раскаленной. Да, масло налили. Ну, так вот щедро масло налили. Щедро. Щедро. Как будто не держим мы фигуру совсем, да? Ну, у нас, знаешь, много физической работы, поэтому свою долю калорий мы сжигаем. Пока жарились драники, мужчины приготовили соус из сметаны, зелени и чеснока. Залили хлопья молоком и приготовили чай. Да, настоящий фермерский завтрак вполне оправдывает поговорку. Кто работает, тот ест. Ну что, на старт, внимание, марш! Ого! Пробуем! А ты что делаешь-то, а? Эй, Сереж, отсюда вынесу все, что смогу нести. Ты знаешь? Ты же клубника. Да, свежая еще, конечно, натуральная. Чтоб ты это зря. А я говорю, не надо собирать, в городе это есть. Алисочка, уйми, не надо. Слушай, до города вообще-то еще добраться надо. А в дороге что мы будем ездить? А, 200 километров, между прочим. Ты права. Это моя тарелка! Никола-ленивец – место, где хочется задержаться надолго. И такая возможность есть. Специально для гостей арт-парка выстроена казарма. Ну, как тебе? Вообще никак. Че это? Сереж, ну что это такое-то? Я не понимаю. Это хостел. Это хостел? Это хостел. А что здесь так мрачно, скажи мне, пожалуйста? А почему здесь такой минимализм? Так так и должно быть в хостеле. А что тут? Хоромы должны быть? Это хостел. В этом смысл хостела. Должно быть недорого. Должно быть как-то вот просто. Тем более, это хостел стилизованный. Он называется казарма. Тут все как в армии. Вот двухэтажная кровать, матрас. Все. Это казарма. Окон нету. Казарма стайл армия. Сережа, я тебе так хочу сказать. Меня стопроцентная отмазка от армии. Я девочка. Я здесь не останусь. Нет, ты если хочешь, пожалуйста. Хоть, конечно, навезди. Пока. Навезди. Я-то что, у меня плоскостопие нет? Я-то могу и прикорнуть. Вот на второй этаж. Матрасик. Оп. Забросили. Как ловкая лань. Залезли. Все. Тут обеденный перерыв. Поели, поспим. Или наоборот. Не важно. В казарме все по-настоящему. Правда, не без творческой мысли. Здесь вот у нас комната. Вот она, четырехместная. Света, правда, здесь у нас общего нет. У нас свет индивидуально над каждой коечкой. В комнатах казармы проживают от четырех до двенадцати человек. Причем люди эти в быту должны быть неприхотливыми. Из удобств кровать и ящик для личных вещей. Туалетные и ванные комнаты в коридоре. Сюда приезжают отдыхать не только туристы и гости фестиваля. Казарма своим необычным видом и компактностью планировки привлекает профессиональных дизайнеров. И действительно, здесь есть на что посмотреть и что взять на заметку. Место под романтичным названием «Галерея» представляет собой летнюю веранду, на которой также находятся спальные места. Кстати, это самые бюджетные варианты проживания в казарме в теплое время. Здесь размещены у нас спальные места, тоже казарменного типа. В данный момент мы уже на зиму ее убрали, но летом у нас лежит здесь пенка, москитная сетка, занавеска. Стоят номера по-разному. Двухместный номер обойдется в 5000 рублей в сутки, тогда как койка места в 750 рублей. Правда, в этой казарме есть одно нетипичное для подобной постройки место. Это мансарда. Забраться на нее можно по внутренней пожарной лестнице. Но это для хорошо физически развитых жильцов. Для менее подготовленных спортсменов есть лестница снаружи. В этой комнате тепло, светло и уютно. А на балконе открывается отличный вид на поле и известный арт-объект Бабур. Ну и какая казарма без бани? Здесь на первом этаже расположен целый банный домик. Здесь у нас парилка, небольшой предбанничек с самоваром стоит. Кроме парилки, здесь есть веранда и комната для отдыха. В общем, в бане тоже можно жить с почасовой оплатой. Полторы тысячи в час. Если пройти дальше по территории, можно увидеть вот такие небольшие домики. Это не декоративный объект, а вполне жилой. А ну и пусть есть, Сережа, спит где-нибудь в казарме. Я же девочка, я же принцесса, я же в конце концов должна спать в хрустальном дворце. Это что, у нас есть клевер, что ли, да? Значит, я как корова, что ли, буду в клевере спать? Какая разница? Самое главное, здесь же намного уютнее, чем в казарме. Дома выполнены из деревянного бруса и обшиты доской снаружи и фанерой внутри. Переночевать в таком домике стоит четыре тысячи. В клевере тот же фирменный аскетизм. Нет лишних полочек или вешалок. Но помимо компактного дизайна, в этом доме есть особенность. Одна из стен совершенно прозрачная. Наверное, авторы проекта решили сделать своих гостей не только ближе к природе, но и друг к другу. Красиво тут все-таки, а? Действительно. И слово «красиво» можно адресовать не только к пейзажу, но и ко всем объектам, которые здесь находятся. Сереж, а может быть селфи, а? Ну давай, один снимочек всего. Ну давай, 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 давай. Так, все, приготовились. Все, раз, два, три сейчас будет. Раз, два, три. А мне? А мне? А давай мне перекинем как-нибудь, а? Давай перекинем фотографии по NFC тебе на телефон. Так. Так. А я дома потом все посмотрю. И загрузишь на свою страницу. Да, ты права. Ну что ж, а сейчас нам, к сожалению, пора уже уезжать. С вами были Алиса Селезнева. И Сергей Шибенков. Увидимся с вами в следующий раз. Пока. Пока.